Всем привет! С вами я, Роман, и сегодня ко мне на обзор попала вот такая вот модель. Это модель немецкого линкора Bismarck в масштабе 1 к 350. Вот фирма Mini Hobby Model. Ну, про этот линкор я рассказывать ничего не буду. Это, наверное, один из самых известных кораблей вообще в истории мирового флота. Могу рассказать только про модель. Эта модель в конце 90-х выпускалась фирмой Troompeter. Вот это такая модель-игрушка была, которая с моторчиками внутри ее, если нормально, герметично собрать, она могла плавать. Ну, а потом, чуть позже, уже эту модель начала выпускать вот фирма Mini Hobby Models. Итак, что мы видим? Огроменная коробка, шириной, наверное, чтобы не соврать, около 75 сантиметров. Ну да, вот у меня коврик для резки, я выставляю на линейку. И вот у меня, вот тут вот проходит 70 сантиметров. Вот, то есть, ну да, где-то 75. Вот, 75 как раз четко по размеру. Охренительно здоровая коробень. Ну, в принципе, какой корабль. Такая коробка. Так, здесь такая вот небольшая инструкция, как эту модель сделать подвижной, потому что Mini Hobby Models во все свои модели ложит лепестерические моторчики. Вот, где-то он здесь даже валяется. Вот, со всем содержимым барахлом, которое поможет эту модель сделать подвижной. Так, давайте начнем с инструкции. Ну, вот такая вот схема сборки. Здесь картинка, которая дублирует бокс-арт. Здесь цветовые обозначения. Ну и, точнее, цветовая схема. Ну и условные обозначения, как что делать. Далее схема расположения деталей на литниках. Вот такая вот. Ну и дальше схема сборки. При всем размере модели, при всех ее габаритах, схема сборки здесь очень небольшая. Почему-то так получилось. Кстати, знатоки флота, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько нитей должны быть леера вдоль палубы. Интересно, хочу знать. Кстати, при покупке этой модели, нужно сразу покупать минимум 4 набора с леерами. И то, может, не хватить. Так, вот так выглядит сборка. Ну и в конце вот такая вот схема окраски дается на эту модель корабля. Так, деталей здесь, по-моему, нет. В наборе идет вот такая вот подставочка. Мы ее убираем сразу. Она нам не нужна на данный момент. Также, кстати, покажу. Сразу был куплен набор точенных стволов от фирмы Абер. При сборке модели они очень сильно пригодятся. Далее у нас, ну, почти стандарт для модели от Mini Hobby Model. Это вот палуба, состоящая из трех частей. Центральная часть вот такая вот. Красивая. Передняя часть. Видим, как выглядит. Ну и задняя часть палубы. Вот она, расшивка. Видим, вся внутренняя, еле читаемая. Ой, внутренняя, я говорю, наружняя, еле читаемая. В общем, перекраивать это все смысла нет. Вот, есть смысл найти, купить там, я не знаю, деревянную палубу. Ну, или не заморачиваться с расширкой, собирать как есть. Как я, наверное, и поступлю. Да, меня проклянут настоящие фанаты моделей кораблей. Ну, я понял одну, что... Вот, а вот из меня получится такой себе. Вот, некоторые кораблики, которые очень хочется в свою коллекцию, я соберу. Итак, основная часть данной модели, это корпус, состоящий из двух частей, как видим. Тут внутри есть вся инфраструктура по то, чтобы поставить батарейки, моторчики, сделать модель плавающей, но нет. Стыкуемость здесь, ну, в принципе, такая себе, присутствует облой, крой наружный. Ну, тут такие вот следы от стыков, пресс-форм. У меня даже на столе нет места, чтобы эту модель как-то повернуть, развернуть. Ну, в общем, такая вот бандура, которая, если поставить где-нибудь на шкаф, она случайно ночью на вас свалится, то, скорее всего, закончится летальным исходом, потому что модель огроменная. Ну, и коробочка ни разу не легкая, на вскидку весит килограмма-полтора примерно. То есть, модель на выходе будет весить, ну, килограмм, наверное, как-то так. Лака и краски сюда, конечно, понадобится какое-то исполинское количество, но что поделать. Искусство требует жертв. Так, перейдем к летникам с деталировкой. Их тут, по-моему, 8 штук всего лишь. Так, да, пакеты такого себе качества, ну, да ладно. Первый летник, у нас здесь семенная табличка и различные элементы палубных надстроек. Слушайте, ну, для мини-хобби-модулс даже какая-то проработка здесь есть, они что сделали. Для них, для их качества, ну, выглядит, в принципе, сносно. Повторюсь, как и с другими моделями кораблей, вот мини-хобби-модулс, у этой модели есть один плюс. Это цена. Все остальное здесь это, ну, зачастую минусы. Так, ну, видим, вот тут вот облой присутствует прямо в изобилии. Есть различные элементы, вот, дымовая труба, тут крой наружный, как видим. Различные элементы надстроек палубных. Так, ну, как-то так. С одной стороны вызывает, а, вот, кстати, одна из арудийных башен здесь есть. Вызывает, конечно, некую печаль и раздражение такое качество, но, с другой стороны, эту модель запороть будет не жалко. Если запорю, куплю себе бисмарка от фирмы Кромпетер. Он должен быть покачественнее, чем от мини-хобби-модулс. По крайней мере, ходят такие легенды среди флотоводов. Так, далее очередной пакет с двумя литниками. Опять, тут у нас грибные винты, ну, с облоем, как положено, рули, прочее, дребедень, которая клеится к корпусу. Так, следующий литник. Здесь у нас еще одна башня и другие элементы палубных надстроечек. Симпатично выглядит, на самом деле. Я очень надеюсь, что будет относительно нормально хотя бы собираться, что не придется каждый стык промазывать шпаклевкой. Очень надеюсь, но поглядим, как оно будет. Надежда-то умирает последней, правильно. Пока не начнем собирать, не увидим. А собирать я в ближайшее время точно не начну, потому что у меня пока опыта во флоте не хватает. Так, здесь два одинаковых литника. Здесь у нас очередная орудийная башня. Сами орудия, которые мы заменим. Орудия поменьше. Ну и куча другой дребедений. И также вот здесь видим крыло от самолета Arada 96. Кстати, гляньте, хоть крой внешний, насколько его много. Да, декаль отсутствует. Это, конечно, огромный минус. Ну, что поделать. Китайцы посчитали, что декаль для нас, широкоглазых, это слишком круто. Так, ну и очередной пакет. Опять с двумя одинаковыми литничками. Здесь у нас различные катера, шлюпки и также элементы самолета Arada 96. Который запускался с палубной катапульты. Она, кстати, у нас дается. В общем, что можно сказать. Это самая дешевая модель бисмарка. Помнится, у звезды еще был бисмарк в масштабе 1 к 400. Но в 350 масштабе этот бисмарк, он по соотношению цены, качества, он безальтернативен. То есть, все остальное будет гораздо дороже. У Томпетера есть неплохой бисмарк в, по-моему, 700 масштабе, что ли. Такая сносная модель. Ну, тоже, говорят, довольно старенькая, нуждается в доработках. Опять же, я не знаю, я ее в руках не держал. В остальном набор интересный. Своих 40 долларов, мне кажется, он с лихвой стоит. Даже если просто его собрать и поставить на полочку, ничего не дорабатывая, не ошпаклевая. Смотреться будет эпично. Вот чисто как часть интерьера. На этом видео будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok